ну что же приветствую тех кто будет смотреть записи поскольку этот кусочек видит наверное увидят только те кто смотрит записи потому что сейчас инстаграм оповещает остальных людей и может быть кто-то присоединится да приветствую тех кто присоединяется вот можно там махать вот этими виртуальными руками вот меня люба спрашивает где а я уже там вот да и здесь будет вот это да катрина до смирнова да да я на приветствую как раз задавала один из вопросов вот сейчас я отвечу люби как раз чтобы она зашла в инстаграм хорошо приветствую тех кто еще присоединяется и буквально через минутку мы начинаем тут меня потеряли немножко хорошо ну что ж у нас сегодня такой эфир который в первую очередь священ ответом на вопросы пришло 7 вопросов на самом деле для часа если как следует отличать то нормально вот и соответственно они у меня они так они достаточно разные эти вопросы как будто из разных историй вот есть один вопрос скорее про такой общепсихологический да как принять свою слабость есть вопросы по теме ценностей тот курс который у нас сейчас идет начался вот эту неделю первая уже прошла два занятия вот есть вопросы которые в большей степени относятся к таким профессиональным что ли вопросам это их я хочу наверно ближе к концу чтобы заодно мы немножко поговорим о том что такое танцевальная терапия как какая она бывает я много на самом деле эфиров лекцию недавно делал на эту тему в живую но в общем все равно это мне кажется нужно повторять итак для тех кто может быть меня если не знает вот меня зовут александр гершон я психолог танцевальный терапевт в телесный терапевт я много работаю и как тренер и как терапевт и как преподаватель да это немножко разные аспекты как тренер я веду тренинги развивающие тренинги психологические тренинги в которых мы обращаемся к танцу и движению как терапевт я веду соответственно клиентов индивидуально терапевтические группы вот это соседние но не совсем одинаковые вещи да максим да привет вот и соответственно как преподаватель я подготавливаю как раз людей по специальности которые мы сейчас называем как раз интегральный танец такая зонтичное именование для техник танцевальных практик которые работают на терапию развитие творчество и самоисследование вот и давайте мне хочется начать с одного вопроса нас три вопроса от одного человека приятно что есть активные люди это лариса вот и вопрос у нее был такой а как принять свою слабость мне очень интересно а что мы называем слабостью понятно что у нас не может быть одинаковый уровень силы все время в этом смысле те моменты когда у нас меньше сил если мы это называем слабостью чем мы хотели бы или чем мы привыкли вот это в общем то естественный процесс у нас есть вдох и выдох у нас есть день и ночь у нас есть моменты силы и моменты слабости здесь важный момент не смотреть на это как на что-то законченное как на изолированное состояние а смотреть как на длительный процесс часть длительного процесса вот второй момент если мы называем слабостью вот то что те какие-то состояния допустим больше уязвимости больше чувствительности вот какой-то большей может быть даже гибкости которые по каким-то причинам допустим в результате нашего ну что-то было в детстве нам говорили что вот это слабость и это нехорошо вот вот эти состояния нам сложно принимать в себе себя в таких состояниях других людей в таких состояниях у этого в первую очередь есть корни в истории нашей личной истории культурной истории и здесь очень важно немножко переопределить понимать вот ну не только понимать но как-то начинать ориентироваться на то что эти состояния они могут быть важны для определенных вещей то есть допустим состояние вот этой чувствительности уязвимости мне очень понравилось недавняя такая это идея я увидел ударит ударе культузовой о том что состояние уязвимости как такой чувствительности повышенной да это то что позволяет людям меняться означает что мы не полностью закоснили вот мы не такой кремене кулак начать что мы можем меняться просто-напросто вот и вот эта история если мы можем добираться до этих состояний и обращаться к ним из не из позиции естественно ой что я с этим буду делать как с этим быть а из позиции хотей могу ли я подойти к себе состоянии больше больше поддержки в этом смысле вот потому что мы можем когда мы видим допустим не знаю что раненого котенка у нас что возникает чувство что нужно немедленно задушить что вы выкинуть чтобы никто не видел нет надеюсь здесь таких нет возникает желание помочь обогреть и так далее и вот в моменты слабости мы вот этот самый раненый котенок и поэтому вот это то то существо да та часть меня которую важно обогреть исцелить до напитать и тогда да просто жизнь продолжается на самом деле огромный вопрос и реально это не та тема которую можно решить теоретически вот тренинг быть на своей стороне в этом году он у нас будет соответственно в перми и в самаре вот в ноябре и в декабре вот там мы этим в том числе занимаемся на практиками сочувствия доброго отношения к себе вот это вот один из вопросов такой может быть общие в большей степени психологически давайте дальше мы наверное пойдем по таким вопросам связываем с тем курсом который сейчас идет он называется цели и ценности вот хотя конечно точнее называть ценности и цели но как-то мне по восходящей вот это вот больше нравится звучание имеется ввиду а так мы действительно вот эти первые две недели занимаемся в основном ценностями и ценности у нас бывают очень разные да у нас есть ценности потребительские мы ими не занимаемся на этом тренинге у нас есть ценности не знаю культурные или там общечеловеческие вот мы тоже таким образом не подходим мы оперируем уже к личным ценностям и смотрим насколько зрелые наши ценности вот и какие затем если мы их определяем вот то какие цели мы можем ставить из контакта с ценностями с реальными своими при этом они индивидуальные же ценности они же оказываются но если не всеобщими то общими вот и здесь как раз такой вопрос он интересный вот в этом в этой сфере ценности они меняются или не меняются но история такая если ценности меняются мы имеем дело с человеком как перекатит поле он сегодня любит одно и ценит одно а завтра ценит другое то есть у него не хватает вот этого сама некой устойчивости того самого внутреннего стержня с другой стороны если там как бы человек вот этот стержень он такой металлический и несгибаемый то мы имеем дело с фанатиком у него есть ценности эти ценности они уже работают не на жизнь кого-то против жизни когда вот эти вот фанатические принципы идеалы вот ну вот это уже даже ценности мы не можем называть потому что эти ценности это что можем разделять с другими людьми это не только для меня важно и все таки ценности это те силы которые позволяют двигать двигать жизнь с моей точки зрения вот поэтому как бы есть ситуации когда ценности меняются это не очень хорошо есть ситуация когда ценности не меняются это не очень хорошо вот и мы даже в данном случае скорее будем говорить что это не ценности если они не меняются это нити идеалы принципы вот это вот они ценности и соответственно что что если все время меняется, то это еще не ценности, это скорее желания, потребности, которые не выросли до ценностей. Потому что в ценности нам важно, что они устойчивы, они достаточно стабильны, они формируются достаточно рано в детстве, их основы, человек к ним приходит в итоге до конца и формирует уже сознательно затем, и он может действительно отвечать за это, за то, что он делает в соответствии со своими ценностями. И ценности в этом смысле связывают нас с большими смыслами, наши личные ценности связывают нас со смыслами большими, чем мы. Если проводить какие-то примеры, вот я на курсе много говорю про ценность творчества, поскольку это одна из самых понятных, заметных, и мне понятных очень ценностей с моей жизни, что оно действительно как интерес какой-то, как еще что-то неоформленное было и в детстве, и было поддержано родителями в той истории, которая у меня была. Но в какой-то момент это стало больше, чем просто увлечение, желание, что-то детское и незрелое. То есть, что я достаточно на многие вещи не соглашался ради того, чтобы продолжать творчество. И с другой стороны, вот это творчество начинало пронизывать другие сферы жизни. То есть, это относилось не только к сфере искусства, условно говорим, к художественному творчеству, но также к сфере, соответственно, творчества в отношениях, творчества в образе жизни, да, то есть, вот это вот большее гораздо история оказывается. И вот это, что ценность, она не привязана к какой-то одному контексту жизни, она может реализовываться в разных контекстах жизни, вот это оказывается достаточно важно. Вот. То есть, отвечая на вопрос, настоящая ценность достаточно стабильна, может ли она в целом меняться? Она может развиваться, становиться более зрелой. Она может уходить немножко на второй план, если вот, ну, как-то сильно заменились обстоятельства и так далее, но она не исчезает полностью. То есть, зрелая ценность – это то, что для нас достаточно стабильно, то, что образует вот этот вот устойчивый, но одновременно гибкий стержень личности, да, то есть, вот некую внутреннюю структуру. Но при этом важно понимать, что мы разделяем ценности с другими людьми. И когда мир меняется сильно, вот, ценности немножко, ну, что ли, ландшафт ценностей тоже меняется, да, мы можем это смотреть и видеть сейчас прямо, вот. Но в то же время в современном мире, мне кажется, что как раз это одна из немногих вещей, ценностей, на что мы можем опираться по-настоящему. Вот, ну, и для этого нужно их изучить, определить для себя, а это тоже не такой, это не логическая задача, это больше такая целостная задача, да, как бы наладить отношения с той силой, которая выражает себя в форме ценностей, вот, иметь к этому доступ. Ну, на курсе мы этим занимаемся. Вот, и еще второй вопрос. Как связаны цели и ценности? Да, вот, как связаны цели и ценности? Вот, я как раз говорю, что цели у нас могут быть ситуативные и навязанные, да, в том смысле, что у нас вышел 12-й айфон, хочу я его или нет? Можно ли поставить себе такую цель, да, или что там у нас? А, я в этом году, это самое, не был на море. Да, все уже были, а я не был. Ну, могу ли я поставить цель и поехать туда? Или вот, нет, не могу. Да, то есть, ой, хочу поставить себе цель заработать миллион чего-нибудь, чего-нибудь миллион, не знаю, лайков. Ну, вот, откуда эти цели берутся? Понимаете, что у нас есть некоторые базовые потребности, да, их не так много. Вот, ну, там, те, тот же самый миллион, он, может быть, нам нужен для того, чтобы получить признание, он, может быть, нам нужен для того, чтобы почувствовать себя состоявшимся и успешным, опять-таки, получить то же самое признание. Он, может быть, нужен для того, чтобы, наконец-то, доказать кому-то что-то, да, ну и так далее. То есть у целей может быть очень много внешних или же внутренних, но компенсаторных причин. А если моя цель ставится, и вот на этом курсе мы как раз в эту сторону идем, если моя цель или мои цели, они про то, что мне важно реализовать свое творчество, свою ценность, простите. Например, как раз опять возвращаясь к примеру творчества, то это означает, а сколько у меня сейчас творческих проектов? Вот посильно мне, под мои ресурсы, под мои возможности, вот. То есть не забываю ли я о творчестве своей жизни, насколько я в контакте с творчеством других людей, понятно, да? И поэтому у меня тогда появляется цель уже вот как реализация творческого проекта, как реализация ценности. То есть это совсем другая постановка задачи, что цель у нас, и в этом смысле у нас может быть более легкое отношение к целям, не такое упертое. То есть, с одной стороны, есть устойчивость, да, я знаю, почему это важно, я чувствую, почему это важно. Я проживаю то, как это важно, вот эта цель конкретная, даже если это миллион. Ну, он нужен мне там для того, чтобы, ну, какое-то чувство дома появилось, да, вот для конкретной какой-то вещи или еще для чего-то. Вот, или для того, чтобы, наконец-то, сделать вот это, какой-то замечательный новый проект творческий. Ну, вот эта вот история. То есть мы хотим, как раз в рамках этого курса, мы будем делать ревизию целей, чтобы заметить, а как согласованы мои ценности, которые я могу на данный момент времени определять, с моими целями. Потому что идея состоит в том, что если наши цели привязаны к ценностям, то тогда у нас, нам легче находить ресурсы для реализации целей. Вот такая вот логика. Вот, я надеюсь, что она достаточно понятна. Вот, или, может быть, это свежая идея для вас, тогда вы ее поперевариваете, да. Да, хочется какой-то обратной связи, чтобы понимать, да, да, ага, мелькают какие-то сердечки, будем считать, что это обратная связь. Вот, если мы успеем, сейчас я как-то достаточно быстро говорю, и, может быть, у вас будет возможность и задать вопросы здесь. Поэтому думайте, если нужен какой-то дополнительный вопрос вам, то задавайте. Давайте пойдем дальше. Вот, у меня здесь, я смотрю в ноутбук, у меня там скопированы эти вопросы. Вот, давайте мы уже потихонечку переходим к такой исторической вещи. Вот, вопрос прозвучал как раз. Александр, вы занимались дыхательными практиками, и что вам дал этот опыт? Да, первый раз в девяносто восемьдесят девятом году я прошел дыхательный процесс, ребёфинг. Вот, это его провел человек, который до этого там буквально за неделю, какой персонаж я его вообще не помню, как его зовут и так далее. Вот, который до этого за неделю проходил какой-то семинар, то есть конец восьмидесятых, сам самый, вот, один из самых первых семинаров в России, когда привезли дыхательные психотехники. Вот, у нас в это время уже, соответственно, театр пластический, у нас есть своё помещение, подвал такой, вот, покрашенный чёрным. И мы, соответственно, о, что-то любопытное, что-то необычное. Я помню, вот у меня до сих пор в теле есть воспоминания об этом процессе, что я в какой-то момент впадаю в какое-то состояние такое, что вот мне, там, не знаю, там, месяцев восемь я сижу на полу и громко реву, и бью какой-то игрушкой по полу. То есть очень ясное такое воспоминание, очень сильно заряженное, эмоциональное, из очень раннего периода, из очень раннего периода. Вот, и это как-то вот, о, как интересно, ну, как отдельный опыт такой, что-то странное, интересное. А больше, соответственно, дыхательные психотехники меня заинтересовали в практическом смысле, потому что как раз тогда мы с моей первой женой начали готовиться к рождению ребёнка, а у меня все дети, они рождены дома. Да, то есть мы как-то вот выбираем, и с моей первой женой, и с моей второй женой выбираем этот способ. Вот, и все пятеро, вот. И, соответственно, в рамках подготовки к родам, важна такая идея там звучит, что важна проработка собственной травмы рождения. Мы едем на семинар, в котором, да, вот есть вот эта вот работа тоже, в том числе подготовка к родам и, соответственно, дыхательный процесс. О, что-то интересное и необычное. Да, важно понимать, что мы, когда мы занимались театрой, то это был не классический театр, это был авангардный театр. Нас интересовали такие специфические вещи, связанные с ритуалом, с мифами и так далее. Вот как это живёт, как это живёт, как это может быть реализовано в пластике современного человека, какие связи с этим есть. И поэтому, конечно же, есть интерес вот этим изменённым состоянием сознания. Тогда ещё я не знал этот термин, но вот они как, ну, в творчестве они уже были и встречались. Вот, и, соответственно, через какое-то время я там, нужно к этому готовиться. И вот наш клуб этот, который родами занимался там, приезжает семинаром уже, там, нормальным, вот, подыхательным психотехникам. Я понимаю, что, о, что-то в этом есть, есть очень ценное. И, соответственно, там, я еду тоже обучаться, я провожу регулярно эти занятия. Это, в принципе, моя первая практика, которую можно называть психологической ещё до получения психологического образования. Но вот в каком-то таком ключе, что я создаю такое некое пространство через технику дыхательную, объясняю людям, преподаю, ну, как тренер работаю. Вот, и там целый год я там нарабатывал раз в неделю бесплатные занятия. Вот, и через год мы там приехали, и уже там, я не один был, мы с коллегами это проводили. Приезжаем на конференцию или на какой-то большой семинар. Вот она говорит, о, слушайте, а давайте, у вас уже такой опыт достаточно, у нас мало людей с таким опытом, давайте вы нам тут поассистиваете. Ну, вот, и как-то с этого началась моя как раз карьера тренера по дыхательным психотехникам. Вот, и мы тогда вместе с моим научным руководителем как раз вместе этим начали заниматься. То есть Владимир Козлов, он потом стал моим научным руководителем, и тогда мы были как раз в роли этих студентов. И, там, Владимир как раз заинтересовался этим очень, да, и начал развивать это в научном ключе. И это тоже сильно повлияло на меня, что это, что мы не просто как бы, ну, что-то изучили, сделали, а мы начали разбираться, как с разных сторон на это смотреть. Вот, это вот короткий кусочек истории, мне показалось, что я давно о таких временах не вспоминал, и, может быть, это может быть любопытно. Вот, а что в итоге мне это дало? Ну, первое, как бы, это вообще знакомство с такой большой картографией, большой феноменологией состояний, как таких вот повседневных, так и особых состояний сознания. То есть в этом смысле я очень хорошо это изучил, я видел людей в очень разных состояниях. В этом смысле это дает такую возможность контейнировать очень разный опыт, да, то есть я не пугаюсь, когда я встречаюсь с совершенно разным опытом, потому что у меня есть мой личный опыт, у меня есть опыт встречи с ним в измененных состояниях сознания у людей. Вот, это первый момент, да, то есть некая такая устойчивость, такую способность контейнировать, в том числе и сложные переживания. Второй момент, в каком-то смысле это дает такое более целостное видение человеческой, человеческого целого, да, то есть вот этой взаимосвязи, вот этого тела сознания, разных слоев внутри и так далее. То есть более широкое видение вот этих разных этажей человеческой психики. Вот, и с третьей стороны, как раз это возможность, это один из первых, именно на материале дыхательных психотек, я учился сопровождать людей вот в этих внутренних путешествиях. В какой-то момент мне как будто вот стало достаточно, то есть дыхание, это большая часть моей работы сейчас, но дыхание не в плане отдельном, а дыхание как часть движения, да. В какой-то момент я понимаю, что мне стало достаточно, что мне не нужна такая интенсивность, которая, на мой взгляд, присутствует в дыхательных психотехниках. То есть есть ситуации, есть люди, есть ситуации у людей, в которых им нужно именно вот такое вот сильное достаточно воздействие. Я считаю, что это сильное воздействие. Есть ситуации, когда это необходимо, но их не так много, с моей точки зрения, что большую часть вещей можно идти мягче, тоньше, нежнее, вот, и решать, да, в некоторых случаях это даже противопоказано, такая интенсивность. Вот, вот это вот, если вкратце сказать о том, что дают, что для моей, для моего пути дали как раз дыхательные психотехники. Это ребёфинг, вайвейшинг, немножко холотропного дыхания, меньше всего оно как-то самое такое. Вот, вот такая вот история, да, я надеюсь, что я ответил. Это был Катрин Смирновый, да, как я понимаю, вопрос. Я надеюсь, что это любопытство я удовлетворил. Ну, давайте после такого захода исторического, знаете, во что-нибудь достаточно простое, да, и такое, да, тоже хороший момент, это вопрос был на фейсбуке от Наташи, вот, музыка, как ты её находишь? Вот, как ты её находишь? Да, тоже очень важный момент, что музыка в моей жизни, она очень давно, как я, как, я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте, у меня очень плохой музыкальный слух, вот, при этом я, соответственно, тоже в те же самые 90-е был фронтменом такой постпамповской группы, вот, это тоже была некая творческая реализация, вот, но больше как такой, ну, это было больше как перформанс, конечно. Но важный момент, что в том сообществе неформальном, в котором я, в принципе, с подросткового возраста находился, как-то до, там, до 20 лет, вот, как раз изучение музыки, а нужно понимать, что это, соответственно, начало середины 80-х, да, то есть это, когда музыку нужно доставать, совок-совок такой, застой-застой, да, и вот мы, как бы, разными способами изучали, заслушивали это всё, изучали историю музыки, я, ну, как раз в плане развития, я в какой-то момент, там, 3-4 месяца добровольно провёл в библиотеке, изучая на пластинках историю музыки, потому что мне было важно разобраться с тем, что раз музыка так вот действует, что была такая ценность обучения, вот, что вот как это, как она вот устроена, да, и вот в этой советской библиотете, вот, областной, да, я как раз и вечер ходил туда, при этом это было, ну, как бы, абсолютно ничьё, это я для себя делал, да, и изучал вот эту музыку на пластинках историю мировой музыки, которая была доступна тогда, в то время, и, соответственно, нас интересовал, конечно, музыкальный авангард, то есть, как развивался, и там вот это по крупицам собиралось, это знание, самое главное, что, вот, что там дало, это некую наслушанность, такую достаточно большую, наслушанность, ну, это же не просто наслушанность, но ещё же это, опять-таки, с моими друзьями из этого сообщества анализировали, а как можно на это смотреть, не с позиции вот этой вот формальной музыкальной теории, а больше из такой феноменологической, как можно сейчас сказать, позиции, а как нам это является, а что мы проживаем, а как это связано с музыкальной структурой, которая есть, вот, то есть, такое вот исследование, да, вот, и, соответственно, затем, то есть, вот это вот некое меломанство, да, то есть, такое оно осталось и продолжается, и, в общем-то, то есть, за этим стоит большая-большая школа, вот, и я продолжаю изучать, мои вкусы очень сильно менялись за это время и, в общем-то, по состоянию на сейчас, за 2020 год, а, сейчас ещё, то есть, для чего я использую музыку, мои занятия проходят под музыку чаще всего, ну, кроме, допустим, аутентичного движения, которое проходит без музыки, и некоторых других небольших техник, в основном, я считаю, что это очень хорошая поддержка двигательному процессу, считаю, что у меня есть специальные такие наработки по работе с этим, вот, иногда я провожу чисто музыкальные процессы, вот, в среду это у нас в Москве будет проходить танцевальная прогулка, и каждый раз я вот собираю этот плейлист, это вот некий такой, действительно, как-то он так собирается из разного-разного, вот, полтора часа, чаще всего новой музыки, вот, соответственно, вот с этой, то есть, ну, важна наслушанность, важна информированность, важно чувствование вот этой вот музыки, вот, а где я её беру? Вот этот год и этот сезон я, как бы, я приручаю Spotify, да, то есть, это стриминговый сервис, который пришёл, соответственно, в Россию в этом году, до этого, ну, понятно, был, есть у кого Apple, Apple Music, мне он не зашёл совершенно, вот, у кого-то там во ВКонтакте бум, да, то есть, ну, тоже это не моя история, вот, и, соответственно, вот Spotify, я его, как-то, смотрю, мне что-то слишком попсовое, ну, и, в общем, я его как-то потихонечку переобучил, их нейронную сетку под свои вкусы, и поэтому новую музыку я в основном там получаю сейчас, вот, реально, вот, ну, кроме того, есть некоторые закрытые музыкальные сообщества, где-то, куда я захожу, там, пару раз в месяц, чтобы посмотреть, что новенького появилось, совсем у других людей, в том числе, как бы, для разнообразия, для каких-то новых вещей, вот, ну, и отслеживаю каких-то любимых своих композиторов, вот, да, я приветствую, и, соответственно, это просто часть моей профессиональной работы, то есть, вот, как-то, как часть методической работы, можно сказать, что я непрерывно, вот, как бы, там, несколько часов в день я слушаю музыку разную, и что-то из этого падает, я это отмечаю, потом там нахожу, как-то из Spotify я даже сейчас веду занятия, но, соответственно, можно подписаться, там мои все плейлисты, где я отмечаю, они, они в свободном доступе, они публичные, можно подписаться под меня в Spotify, вот. Вот, только там бесплатный аккаунт, он какой-то такой ограниченный, вот, ну, соответственно, то есть, я это ищу, и, соответственно, то есть, это непрерывная такая штука, и это просто часть моей жизни, слушать музыку, скачивать музыку, составлять плейлисты для занятий, вот, допустим, это когда у нас идет курс, вот сейчас шоу, вот это «Жить танцуя», где у нас 45 минут, и 45 минут, это, да, составленный плейлист на того, чтобы его составить, это нужно некоторое время, чтобы оно все как-то сочеталось, подходило под тему, то есть, это прямо вот нитий набор профессиональных навыков, вот, который формировался постепенно, да, и студентов своих, я, конечно, учу этому, но у всех по-разному получается, вот, некоторые, да, некоторые как раз-то заходят, эта часть, но, в принципе, танцевальный терапевт, это хорошо, если у него есть этот навык, есть эти, возможно, это, ну, это именно навык в большей степени, ну, который базируется на любви, конечно, к музыке, но, в принципе, я знаю коллег очень успешных, очень хороших терапевтов, которых это не очень развито, ну, они, как так, немножко знают, но не очень сильно, да, то есть, они не развивают эту сторону, настолько много не уделяют этого внимания, насколько я, и вполне профессионально успешно, то есть, это хорошая вещь, но не вот маст-маст-маст. Вот. Хорошо. И вот как раз мы здесь, здесь тоже интересный вопрос от Натали, и, а что нужно сделать, сколько учиться, чтобы преподавать, как вы, да, вот я как раз здесь сказал, да, о том, сколько лет, да, вот эта вся история длится. Вот. Но самое главное здесь, что бесполезно учиться делать, как я. То есть, я свою задачу, как преподаватель, вижу в том, чтобы вы научились делать, как вы. Потому что есть некое общее поле практики, есть общие принципы, есть много разных идей, и вы находите свой маршрут, свою какую-то конфигурацию внутри этого. То есть, моя задача не в том, чтобы вы научились повторять, как я. Это бесполезно, у вас не получится. Можно сразу же выбросить эту идею из головы. А в том, чтобы, ну, опираясь отчасти на мой опыт, ну, вы бы нашли свою, свою дорогу вот в этом общем пространстве. Да, вот в этом я вижу свою задачу как преподавателя. То есть, не в том, чтобы передать вам не эти сакральные знания, вот, а в том, чтобы вот в этом научиться ориентироваться в этом пространстве, и вы бы могли там находить свое, то, что вам подходит. Лена, да, плейлист будет мой, да, новенький я готовлю. Да, от Лены был вопрос про прогулку и плейлист. Да, точно не получится. Вот. И вот в связи с этим тоже еще один такой вопрос, он в большей степени как профессиональный. Расскажите о самой эффективной методике в ТДТ, на ваш взгляд. А, ну, здесь 10 вопросов на самом деле. Когда мы говорим об эффективности методики в танцевальной двигательной терапии, ну, у нас встает некая картинка такая, да, за этим стоит, важно давать себе отчет в этом, что есть некий набор методик, которые мы принимаем, применяем, как такое лекарство, да, вот вам лекарство такое-то, вот. Вот. И, а тут студенты переписываются, найти своего внутреннего диршона, да, да, но своего и внутреннего, это правильно. Потому что внешне исчезает, рано или поздно. Вот. Соответственно, вот эта вот картина, что вот есть какие-то правильные методики. Но здесь очень важно, что движение для нас в танцевальной двигательной терапии это способ коммуникации с клиентом или с группой, если это групповой формат. Поэтому здесь я бы сказал так, что эффективность, она будет определяться задачами. Какие у нас есть задачи с этим клиентом или с этой группой? Какие у нас есть цели? Да. Второй момент, а в каком состоянии, с каким набором ресурсов, какая структура личности, какая личная история у этого конкретно клиента или вот что происходит в группе? И это второй фактор, который будет определять набор, назовем это по-прежнему методик. Да. И вот эти вещи оказываются более важными, чем нити набора методик. Соответственно, мы, то есть эффективность, она будет определяться не методиками, а контактом с группой, ясными задачами и тем, что какая коммуникация невербальная на телесном и двигательном уровне у нас возможна. И уже вот из этого всего мы можем там обращаться. И мы где-то, конечно же, есть некие общие принципы даже, не методики, некие общие принципы построения, соответственно, упражнений, процессов и так далее. То есть и вот здесь мы ориентируемся. То есть понятно, что у нас очень важный момент это, когда мы учимся видеть вообще движение тела. Это отдельное искусство, видеть движение. Не как, соответственно, правильно или неправильно, а как оно вообще вот на самом деле есть у этого человека, связанное именно с его жизнью. Вот как человек выражается в движении. С каким запросом он пришел. И как вот это, соответственно, запросу мы можем увидеть в рисунке его движения. Что помешает или помогает этому запросу. А запрос еще уточняется в процессе. То есть, иными словами, для каждого клиента, для каждой группы, по большому счету, мы создаем отдельную методику. Да, там есть устойчивые элементы, там есть повторяющиеся моменты. Но на самом деле важнее создавать вот этот вот уникальный путь, проходить уникальный путь вместе с клиентом. Естественно, что мы опираемся, когда мы анализируем движение, и на анатомию, и на, вот знаете, культурный анализ движения, и на анализ движения еще там старый по лабану. То есть на много разных источников мы при этом опираемся. То есть мы не придумываем ничего там с нуля. Вот. Но при этом все равно первичным оказывается контакт с клиентом, цели, которые у нас есть, а уже методики, дело третье, четвертое, пятое. То есть они, это не очень сложная методология, которая используется в ТДТ. Вот. Вот эти вещи, они оказываются гораздо важнее. И на самом деле вот этим вещам мы учимся. Вот. К слову, профессиональная программа. Да, вот здесь это уместно. Соответственно, профессиональная программа у нас будет, у нас их две в этом сезоне, вот с сентября по следующий сентябрь, допустим. В декабре начинается в Питере обучающая программа, а в январе начинается в Москве. Куда я вас всех приглашаю, кому, у кого есть профессиональный интерес, естественно. Вот. Соответственно, на сайте dershan.ru можно уже там увидеть информацию об этом. Вот. Посмотреть про формат и про все остальное. Вот. И, соответственно, мы как раз двигаемся к тому, чтобы понимать, а как вот вот эта вот танцевально-двигательная терапия, как же вот ее можно проходить-то, где и как. Особенно, если вы где-то живете в другом месте. Да, и у нас как раз сейчас будет танцевально-психологическая, танцевально-терапевтическая группа онлайн. Вот. И это какой-то такой особый момент. Вот последние 10 минут я хотел, может быть, меньше даже вот этому посвятить, потому что это то изменение, которое произошло в этом году. То есть еще там год назад я точно, даже там полтора года назад, да, год назад я говорил, нет. Национальная терапия возможна только исключительно оффлайн, только вживую. Мы должны видеть друг друга, мы должны чувствовать, мы должны прикасаться, нам нужно общаться на очень близком, да, на очень близком расстоянии. Да, ну понятно, что вот локдаун, карантин, он внес свои изменения, потому что как бы я начал преподавать больше, гораздо больше онлайн, и как бы стал мне поставить такая творческая задача, да, вот, и я, как, что возможно вот в этом онлайн-пространстве, насколько это возможно. У меня ушел примерно 2 месяца на то, чтобы ясно начать видеть движение и в экране тоже. То есть это специфическое, по-другому оно видится, но можно. Вот, в принципе, ну, то есть важные вещи можно увидеть уже в движении. Ушло какое-то время на то, чтобы освоиться с техническими возможностями, а как мы можем, вот, а как мы можем, там вопрос еще прозвучал, я сбился немножечко, Марин, потом отвечу. Вот, соответственно, как мы можем находить вот это вот пространство видимости, вот это вот, наверное, самое главное открытие, что мы можем быть видимы и в онлайн-пространстве тоже, а это одна из самых главных вещей у нас, да, и мы можем, соответственно, у нас были прекрасные, вот у нас прошла одна такая полноценная танцевально-терапевтическая группа за вот этот год, обычно она проходит оффлайн, но она прошла онлайн, и я очень доволен тем, что сложилось за это время, какие процессы были у участниц, соответственно, какая была групповая динамика удивительная просто, то есть я вот как-то вот прям вдохновлен вот этой вот возможностью, которая есть, тем более, что она действительно для многих людей, поэтому вот с 11 ноября у нас начинается как раз вот эта танцевально-терапевтическая группа, пространство для себя, вот это основная вещь там, да, что мы действительно выделяете вот эти вот два часа для того, чтобы, на самом деле, два раза по два часа, то есть достаточно интенсивность, чтобы пойти глубже, вот, для того, чтобы действительно вот само по себе выделение этого времени уже хорошо, да, особенно когда мы двигаемся в поддерживающем пространстве, мы получаем вот это взаимодействие и со мной, и в группе, внутри группы, это может быть очень ресурсным, очень подпитывающим, очень вдохновляющим, вот, хорошо, вот, поэтому, да, там есть еще места, можно записываться, значит, Марина Ильичева спрашивает, есть ли самые ресурсные места в путешествии, куда ты любишь возвращаться? Да, у меня уже вот столько накопилось ресурсных и прекрасных мест, что я даже не знаю, когда успеть новые найти, да, и как вообще это, соответственно, то место, куда я возвращаюсь, наверное, чаще всего, вот, как раз и вот в сентябре, в октябре я там был, это Чирали в Турции, мы там проводим регулярно программы, каждый год практически, вот, маленькая деревушка, сейчас там до сих пор куливинг, кворкинг коллег моих, то есть они там прямо остались, да, настолько там как-то хорошо, вот, то есть это очень спокойно, прекрасное море и одновременно какой-то, ну, такое, с одной стороны развалин древнего города, с другой стороны вот это огнедыще гора Химера, и вот то, что это Турция, это абсолютно неважно, потому что это могла быть и Греция, и еще что-то, вот, ну, такое некое условное Средиземноморье, вот, и вот это вот одно из мест, куда я возвращаюсь, куда я хочу возвращаться, куда я буду возвращаться. Второе место, наверное, по чистоте, это остров Панган, да, в Таиланде, там мы тоже, по-моему, лет 8 или 9 каждый год туда ездим, с тренингами и без тренингов, ну, там, поскольку там такая движуха всех различных практик, то, в общем, можно и без, можно просто ходить, можно быть участником, а можно что-то проводить. Вот, и это, да, как мне очень нравится, это совершенно другое ощущение остров, это другое место, это совершенно другое ощущение пространства, чем суша большая. Вот, вот эти вот два места, они самые такие, но есть еще много прекрасных, ну, вот эти два самых значимых. Вот, давайте дальше. Ну, вот я немножко ответил. Значит, Елена, да, прошла курс «Жить, танцую, онлайн», очень глубокая практика в предвкушении к курсу «Я тень». Но здесь очень важно, что не в целом тень, потому что, скорее всего, по работе с тенью мы сделаем курс в следующем году. А это будет именно работать с теневыми областями тела. Это очень специфичная работа, тоже такая, ну, это, конечно, очень важно будет найти такой достаточно безопасный и в то же время глубокий проход, поэтому, да, тоже интересно. Значит, Юля, да, задает вопрос. Если бы тебе, Саша, предстояло встречи с людьми, которые далеки от ТДТ, которые, которым оплатили эту возможность, что важно донести, чтобы влюбить в ТДТ? Невозможно влюбить в ТДТ, только, как можно только поделиться своей любовью, да. Я когда, я понимаю, что у меня есть такой момент, что как вот совсем новая обстановка, я не очень там афиширую свою профессиональную принадлежность, да, потому что, ну, как действительно нужно лекцию потом читать, что ли, я не про это, если я на отдыхе, допустим, или там просто общаюсь как... Вот, но я понял, что у меня уже, что я готов представляться так, что, да, когда меня спросят, чем ты занимаешься, ответят, что у меня самая лучшая профессия на свете. Я работаю танцевальным терапевтом. Это самая лучшая профессия на свете. Вот. А дальше как получится? То есть человек может ошарашиться, вот. Вот. Понятно, что у нас же есть такое, ну, культурно определенное поверхностное видение танца и движения, и вообще телесности, да, которое... Оно сохраняется, оно меняется, но очень постепенно, да, вот с увеличением разных практик двигательных, телесных, той же самой йоги и так далее, популярностью здорового образа жизни. Это все меняется потихоньку, просто медленно. Вот. Вот. И не влюблять, делиться с любовью, которая уже есть. Хорошо. Какой-то бодрый у нас и разнообразный эфир получился. По-моему, все вопросы какие-то я, да, сказал, прокомментировал. Угу. Вот. Тогда будем завершать как раз. Да. Спасибо всем, кто присоединился сегодня. Вот. Если у вас там накопятся вопросы, то, соответственно, через какое-то время будет снова такой вот эфир, или, может быть, по какому-то отдельному вопросу. И ждем вас на наших онлайн-программах и на живых, тех, кто в Москве. Понедельник, завтра, время любви. Такой трехчасовой тренинг. Казань. На следующей неделе, вот, в следующие выходные. Сад желаний. Про прочувствование своих желаний. Вот. Так что, до встречи в танце, я надеюсь. Пока.